Я уже включил камеру. Ну давай Макс включим. Нет, ну мы можем все три попробовать. У меня полгода, две образца, можем пробовать, как удобно. Мне что делать? Скажи, стоять, сидеть, лежать. Ну пока сидеть. Друзья, всем привет. Сегодня я нахожусь в офисе компании Дёкин. Сюда я приехал для того, чтобы начать отвечать на некоторые вопросы, потому что часть моих подписчиков, зрителей моего канала пишут, что я там типа продаван, компания Дельта продаван, все производители продаваны. Мы там разводим людей, наша задача только зарабатывать деньги. Вот сегодня у меня начинается рубрика «Ответы на вопросы». Хочу отвечать максимально профессионально. Вот сегодня будем отвечать на вопрос компании Дёркин. Первый вопрос, на который я хочу ответить, это воздухопроницаемость и паропроницаемость. Многие из вас писали, что пленка, если через нее проходит пар, то будет проходить и воздух, потому что молекула воздуха меньше, чем молекула пара. И, соответственно, когда я писал, что есть пленки, которые воздух не пропускают, что они ветро защитные, соответственно, воздухозащитный, вы мне все равно писали, что я там ерунду гаражу. Вот сейчас вот у нас есть маленькая лаборатория. Здесь вот Михаил. Сейчас я ему микрофон передам. У нас сегодня в нашей мини-лаборатории представлены следующие, вот у меня на столе можно увидеть следующие материалы. У нас есть всем известная колба, которую некоторые производители используют для того, чтобы показать, как через пленку проходит воздух. У нас есть несколько образцов всем известных пленок на рынке представленных. Есть стандартная пленка из полиэтилена диффузионная. Есть пленка Delta NeoVent 130 грамм, функциональный слой из полипропилена. И есть пленка с функциональным слоем из полиуретана. Пленка называется DeltaMax. Что обычно происходит в этой колбе? Сейчас я продемонстрирую стандартный прием, который вы часто можете увидеть. Как это выглядит? Есть стакан, в него наливается обычная вода. Верхняя часть колбы, в которой также есть груша, таким образом защелкивается, после этого переворачивается. И что мы можем увидеть? В нижней части находится воздух, к нему присоединена груша. Здесь мы можем увидеть примерно полтора сантиметра воды над пленкой. Мы видим, что пленка воду не пропускает. То есть сейчас она водонепроницаема, не пропускает. Мы начинаем создавать избыточное давление в нижней части, накачиваем воздух. При этом мы видим, что под давлением, через пленку, проходят пузырьки воздуха. Вот хорошо это можно увидеть. В чем основное заблуждение? Заблуждение состоит в том, что некоторые путают разные понятия. В данный момент мы можем видеть, что через пленку, под давлением, проходит воздух. Некоторые говорят, что вот проходит воздух, значит пленка дышит, значит она паропроницаемая, значит она диффузионная. На самом деле это все совершенно не так. Вот эта колба в данную минуту не показывает никакой диффузии, она просто показывает воздухопроницаемость пленки. Через пленку под давлением проходит воздух. Ну вот зафиксировали этот момент. Здесь по крайней мере всем понятно. Я отставляю эту колбу в сторону. У нас есть еще одна. Такая же точно. Они выглядят немного по-разному, но это такая же точно от одного поставщика, одинаковые колбы. Я беру трехслойную пленку 135 грамм из кола 130, она 135 на самом деле, с функциональным слоем из полипропилена. Это пленка Дельта Вент. Это пленка Дельта Неовент. Но на самом деле, чтобы быть объективно честным, так им же образом можно взять и пленку не нашего производства, трехслойную с функциональным слоем из полипропилена. Принцип у этих пленок, у всех примерно одинаковый. То есть будет, если мы сюда какую-то конкурентную пленку ставим по этой технологии произведенную, то будет абсолютно то же самое. Тут просто разная технология производства самих пленок. У нас также здесь налита вода. Я переворачиваю. Внизу воздух, груша. И вот здесь, вот я сейчас качаю. Вы видите, что воздух через нее не проходит. То есть меняется что-то. Вот оно... Что-то проходит. Ну, там еле-еле-еле, это вот какой-то остаток воздуха, который был на нижней части пленки. То есть я когда перевернул, какие-то частички воздуха, да, они остались на поверхности пленки. Вот сейчас можно увидеть, что ничего не проходит практически. Если где-то, где-то там что-то еле-еле проходит, то, ну, как вы видели с предыдущим образцом, совершенно ситуация другая. Конечно, и через эту пленку под избыточным давлением какая-то часть воздуха может пройти. Но если посмотреть на характеристики продукта в двух разных, то коэффициент воздухопроницаемости у вот этой пленки Дельта Неовент он в 20 раз выше, чем у вот этого продукта. То есть через... В 20 раз меньше пропускает... В 20 раз меньше пропускает воздуха эта пленка, чем вот эта. Это зависит от технологии производства. Хорошо или плохо? Ну, это, безусловно, лучше. Чем пленка меньше пропускает воздуха, тем это лучше, потому что, например, при высоких ветровых нагрузках на фасаде, например, да, через эту пленку будет меньше воздуха попадать в конструктив. Соответственно, утеплитель будет более теплым. Да, безусловно. Ну, воздухопроницаемость для пленки, это, безусловно, плохо, да? Понятно, что она должна быть в рамках определенных допусков, конечно. Но вот здесь, видите, ничего не идет. То есть какие-то минимум, минимум, там что-то, где-то, какая-то капелька проходит, но по сути... Но если мы сейчас возьмем, мы продолжим наш эксперимент... Я придерживаю пальцем, потому что пленка толстая, а колба изначально придумана под более тонкий материал. Потом, видите, она отчелкивается, я должен придерживать. Мы сейчас продолжим. Мы выльем холодную воду, нальем горячую воду... Попробуем вот эту. Попробуем вот эту. Хорошо. Попробуем. Дельта-Макс. Попробуем лучше и влагу. Здесь эта пленка отличается тем, что функциональный слой этой пленки – это полиуретан, который нанесен на основу. Жидкий термопластичный полиуретан, потом он остывает, сюда как бы прикатан. У этой пленки очень высокие характеристики по воздухонепроницаемости. Именно поэтому она называется энергосберегающей. Нам часто задают вопрос, почему вы пленку называете энергосберегающей? Потому что эта пленка абсолютно воздухонепроницаемая. Это какую-то часть воздуха пропускает, у нее коэффициент есть. Эта пленка практически не пропускает воздух через себя. Я попробую сюда ее засунуть, это не так просто, потому что она еще толще по массе. И поэтому это не так просто сделать. Так что сейчас, прошу прощения, немножко по-другому. Может быть, в тот стаканчик или нет? Здесь есть такие защелки, хотя бы с помощью этих защелок можно прижимать и удерживать. Пленка достаточно толстая, масса 108 грамм, 180 грамм. В три раза больше, чем здесь. Здесь 59, здесь 180. Поэтому вот мы переворачиваем. У этой пленки коэффициент водонепроницаемости 20 метров водяного столба. Это очень много. После этого рвется от давления полиуретан. Но пленка не пропускает воду ни при каких условиях. И она также абсолютно воздухонепроницаемая. Я могу качать сколько угодно. Ни одна капелька, ничего через нее не пройдет вообще. При этом, если посмотреть документы и посмотреть коэффициент паропроницаемости, то есть как она как диффузионная мембрана работает, то и эта пленка диффузионно открытая, и эта пленка, у них вообще одинаковый коэффициент, и эта пленка тоже считается диффузионной. Она тоже пропускает через себя водяной пар, но за счет диффузии. Не за счет давления воздуха, вот как здесь, да? За счет разницы парициальных давлений, за счет диффузии молекулы проходят через полиуретан, здесь через полипропилен, ну и, соответственно, здесь через полиэтилен тоже они проходят. Но это совершенно разные физические процессы. Воздухопроницаемость и паропроницаемость – это не одно и то же. Пленка может пропускать воздух, но пар она пропускает не из-за этого совершенно. Сейчас мы нальем горячую воду, и вы увидите, что она паропроницаемая. Дельта Макс абсолютно воздухонепроницаемый. Можно сколь угодно качать, ничего через нее проходить не будет. Но при этом она диффузионно открытая, и через нее будет проходить водяной пар. Да, сейчас пошел за чайником, принесу чайник, выльем эту воду, польем цветы, добавим сюда сейчас горячей воды. Она абсолютно водонепроницаемая, на ней ничего нет нигде. Вот они, капельки воды, которые были, и абсолютно воздухонепроницаемая. Так мы продолжаем. Разобрали, вылили воду, те же самые три образца. У нас есть чайник с горячей водой. Наливаю горячую воду. Видно, что она горячая, да, сразу же. Ну, а пару джаз. Да. Ну, например, возьмем первый, да, образец. Вставляем пленку. Дельта какая? Дельта неовент. Закрываем крышкой. И смотрим. Ну, вот я уже вижу первый конденсат, который здесь появился, вот она начинает потеть сверху, это уже видно. Здесь горячая вода, это часть колбы, комнатной температуры. Вот мы видим, как появилось запотевание, вот колба по периметру начала запотевать. Получаю видно, да? Я не могу до конца закрыть, к сожалению, потому что у нас пленка сюда, она толстая, не залазит. Поэтому было бы быстрее, если бы было герметично. Ну, вот сейчас происходит диффузия. Внизу вода горячая, вверху колба другой температуры, вода кипяток, пленка диффузионная открытая. Здесь, получается, разница полициальных давлений за счет горячей воды. И так как все на нашей планете стремится к равновесию, соответственно, если здесь горячо, здесь комната, температура, соответственно, все пытается уравновеситься. Пар прошел через пленку и сконденсировался на колбе верхней части. Мы это прекрасно видим. То есть пленка диффузионно открытая. Вот это настоящая диффузия. При этом вы только что видели, что мы пытались с помощью колбы, с помощью груши создать избыточное давление, и она воздух не пропускает. Ну, практически, да? Но она диффузионно открытая. То есть все прекрасно работает. Попробуем сделать то же самое с пленкой Delta Max. Коэффициент SD у нее другой. Наливаю ту же самую горячую воду. Ставлю Max. Одеваю крышку. Ну, по большому счету это же не имеет значения. На крыше она установлена этой стороной к утеплителю, а эта сторона получается к воде. Поэтому она... На самом деле, диффузионная любая пленка работает в обе стороны. Диффузия, она может быть и в одну сторону, и в другую сторону, в зависимости от разницы полиционного давления. То есть это по этому поводу тоже включено? Нет, любая пленка диффузионная, она в любую сторону диффузионная. У нее нет, по сути, стороны, потому что функциональный слой он пропускает и в одну сторону, и в другую. Например, если обратиться, посмотреть, как это строят в разных странах, то в Таиланде, например, там, где большая часть времени очень жарко и практически нет зимы, там устанавливаются пленки совершенно наоборот, не так, как в России. Там с улицы ставится пароизоляция, а изнутри помещения ставится диффузионная мембрана. Потому что внутри всегда прохладно, а снаружи, наоборот, высокая температура. Но вот здесь не так быстро потеет, потому что все-таки СД у нас разный. Здесь СД 0,15, поэтому я пока что так сильно явно не вижу такого запотевания, как здесь у нас было. Но оно будет, но просто чуть больше времени нужно. Ну давай пока пусть тут запотевает, а мы с тем этим. Надо закрыть бы ее, просто я ее придерживаю. По сути, сейчас. Пройдет пар? Пройдет. Не так явно просто это происходит. Ну СД меньше, да? Да, СД 0,15 у нее, она полиуретановая. А у этой сколько СД? 2 сантиметра, а здесь 15. Если я ее не держу, понимаешь, она тогда не работает. Да, я буду держать. Давай. Что теперь сделать? Какой ты хочешь? Ну вот эту, вот эту пленку. Она же тоже пара конденсаций. Да, а будет тоже самый эффект. Такой же точно. Для чистоты эксперимента я сейчас салфеткой вытру конденсат, чтобы было понятно. Здесь все на крышу Дельта Макс брало. У Максы немножко другая специфика. Там есть специальный антиконденсатный слой, вот эта волочная ткань. Макс работает таким образом, что он впитывает влагу, если она есть в утеплителе, например. И потом за счет диффузии постепенно, медленно выводит ее уже в вентиляционный зазор. В Германии кровельщики Макс называют кровельный памперс. Вот именно за эту способность. Не хочет. Ну вот потеет точно так же. Вот я уже вижу, вот начинает появляться уже. Вот в этой части уже видно. Сейчас запотеет одинаково. Ну и на той уже колубе видно по краям конденсат точно так же есть. Вот здесь вот он есть. Просто его не так сильно видно. Не такой он явный. И вот здесь точно так же началось запотевание на белой этой пленке. Вот я вижу конденсат, если можете его видеть, точно так же. А нету зеркальца? Могу ли вы зеркальце есть? Могу посмотреть сейчас. Не думаю, что есть. Но девушки есть в офисе, у девушек должно быть зеркальце обычно. Вот видно, что эта пленка диффузионная, она так же точно пропускает. И так же точно запотела, так же точно, как и эта. Ну, может быть, кто-то будет цепляться и говорить, что какая-то быстрее запотела, какая-то медленнее. На самом деле это не имеет такого значения. Наши испытания сейчас, это же не лабораторный тест. У нас нет специального оборудования для того, чтобы измерить паропроницаемость. Это все делается в лаборатории. В лаборатории производители все испытали. Здесь СД 2 сантиметра. То есть эта пленка пропускает водяной пар, как 2 сантиметра обычного воздуха. И здесь СД 2 сантиметра. То есть как по паропроницаемости у них характеристики идентичные, одинаковые. Пропускают они одинаково. Просто это не пропускает воздух, и в колбе это показывает. А это пропускает воздух. Вот и все. Куда нажать? Вот сюда? Ну вот, начинает запотевать. Ну запотело, видно, что уже есть. Здесь тоже так же запотело, тоже видно. В нижней части колбы, конечно, еще сильнее запотело. Там вообще вот видно конденсат, он выпал на стенки. Не просто напотевание, а просто капли воды можно увидеть. И в этой колбе, и в этой. Идентичный результат, да. Но вот это настоящая диффузия. То есть сейчас таким образом, с помощью горячей воды, можно продемонстрировать, что пар проходит через пленку и конденсируется на верхней части колбы. Это абсолютно честный был бы эксперимент, справедливый. Но люди заблуждаются. Они используют колбу, да, качают этой грушей, показывают, как через пленку проходит воздух, говорят, она дышит. Соответственно, вот другие пленки, да, при этом не пропускающие воздух, говорят, они не дышат. На самом деле пленка не должна воздух пропускать. Потому что она и называется ветрозащитная мембрана. Она монтируется на фасады, она монтируется на кровли, в вензазоре холодный воздух. Она должна защищать утеплитель от проникновения вовнутрь конструктива и холодного воздуха в том числе. Поэтому не путайте воздухопроницаемость с паропроницаемостью. Вот мы вам показали сейчас вот это, вот это паропроницаемость. А то, что до этого с грушей, первая часть нашего эксперимента, это была воздухопроницаемость. Поэтому это совершенно разные физические процессы. Главное для пленки это пропускать пар за счет диффузии, не пропускать воздух, не пропускать воду. Вот это основные ее функции. Когда пленка пропускает воздух, ничего хорошего в этом нет. То есть это в данном случае те люди, которые демонстрируют эту колбу, они как бы стреляют себе в ногу. Сами показывают, что вот смотрите, наша пленка воздух пропускает. И на самом деле ничего хорошего в этом нет. Поэтому разбирайтесь, это же физика, ничего сложного в этом нет. Вывод такой, что воздухопроницаемость это хуже, чем... Конечно, чем воздухонепроницаемость. А воздухонепроницаемость это хорошо. Поэтому когда пленка Delta Max, например, абсолютно воздухонепроницаемая, при этом вы видели, что она паропроницаемая, есть диффузия, все потеет. Медленнее, но это не настолько явно, не настолько важно на самом деле. Поэтому применяйте правильные материалы. И не путайте понятия одно с другим. Вот такой вот небольшой ликбез от компании Дёркин. Надеюсь, на этот вопрос мы ответили. Вернее, не мы, а Михаил. По поводу воздуха и паропроницаемости. В дальнейшем в комментариях вы мне уже такие вопросы задавать не будете. А так, если есть какие-то еще у вас вопросы, пишите в комментариях. Постараемся максимально понятным и, скажем так, русским языком на пальцах показать вам и рассказать по поводу того, как работает система кровли, система фасадов и так далее. Все, спасибо за внимание. Всем пока.